Чем опасна густая кровь и что надо делать? Некоторые знают, что густую кровь надо разжижать. Замедленный кровоток приводит к кислородному голоданию внутренних органов и к возможному образованию тромбов. Итак, что нужно делать, чтобы кровь свободно циркулировала? Несколько простых советов. Пейте больше воды. 90% людей пьют очень мало воды. Речь именно о кипяченой природной воде, а не о жидкостях. Взрослый человек должен выпивать ежедневно от 2 до 2,5 литра воды. В жару еще больше. Приучайте своих детей пить воду. Натуральная вода – первое и очень мощное средство против образования тромбов. Продукты разжижения крови. Оливковое и льняное масло, яблочный уксус, чеснок и лук. Регулярное потребление чеснока наполовину уменьшает вероятность тромбов. Лимоны, семечки подсолнуха, свекла, какао и шоколад. Горький. Рыба и рыбий жир. Томаты, томатный сок, овсяная каша, ягоды, малины, черники, клюквы, земляники, вишни, черешни, имбирь. Каждый день 2-3 продукта из этого списка должны быть в вашем рационе. Продукты, сгущающие кровь. Мясные бульоны, колбасы, копчености, студень, белый хлеб, сливки, чечевица, шиповни, черноплодная рябина, бананы и манго. Многие травы. Зверобой, валериана, крапива, тысячелистник, кукурузные рыльца. Травы нужно пить курсами и ни в коем случае не постоянно. Значительно повышают вязкость крови. Курение, алкоголь, большое количество соли. Мочегонные, гормональные и противозачаточные препараты. А также виагра. Больше двигайтесь, ходите пешком. Занимайтесь физкультурой. Бывайте на свежем воздухе. Рекомендации по питанию. Густая кровь означает, что повышена ее вязкость. На вязкость влияют многие факторы. Это повреждение сосудов, нарушение функции печени, приводящие к отклонениям в химическом составе и повышению вязкости плазмы. Изменение нормального состояния клеточных оболочек, эритроцитов и тромбоцитов, которые приводят к усиленному слепанию этих клеток. Может быть нарушено соотношение клеточной массы и жидкой части крови. Высокая вязкость крови повышает риск тромбообразования в сердце и кровеносных сосудах. Разжижение крови способствует диета и особый питьевой режим. Следует пить не менее полутора литров жидкости в день. Полезнее всего зеленый чай или травяные чаи. По рекомендации лечащего врача. Натуральные овощи и фруктовые соки. Вода. Особенно рекомендуется пить натуральный сок из красного винограда. Из-за высокого содержания биофлавоноидов. Он считается бальзамом для сердечно-сосудистой системы. Питание должно быть сбалансировано по белкам, жирам и углеводам, витаминам, макро- и микроэлементам. Чтобы обеспечить организм материалом для обновления и восстановления мембран, клеток крови и сосудистых стенок, важно получать полноценные белки с полным набором необходимых аминокислот. Хотя важным источником полноценных белков является мясо. Оно содержит насыщенные жиры, потребление которых следует ограничить, чтобы не мешать стабильному процессу снижения вязкости крови. Основным источником белка должна быть рыба, особенно морская, молочные продукты и яйца. Два раза в неделю в рацион включается куриное мясо или индейка. Дополнительным источником омега-3 ненасыщенных жирных кислот является льняное масло, которое можно принимать по одной столовой ложке в день. Просто галландина, синтезируемая из этих кислот, уменьшает уровень холестерина и разжижает кровь. Еще одним важным источником жиров является нерафинированное оливковое масло, холодного отжима, содержащее большое количество биологически активных веществ. Для разжижения крови рекомендуются продукты, содержащие аминокислоту таурин. Больше всего таурина в морепродуктах и рыбе, кальмарах, моллюсках, креветках, тунце, рыбокамбала. Требуемая доза не реже двух раз в неделю. 200 грамм кальмаров или сырой камбалы. При тепловой обработке количество таурином в пище резко снижается, поэтому для получения необходимой дозы врачи советуют использовать препараты или высококачественные БАДы с таурином. Регулярное употребление морской капусты активирует ряд ферментов и улучшает усвоение белков, железа и фосфора, снижает плохой холестерин и в результате оказывает антитеросклеротическое действие, понижает вязкость крови. Лучше использовать аптечную морскую капусту, поскольку она проходит необходимый контроль. Сухую капусту можно перемолоть в кофемолке и употреблять в пищу вместо обычной соли. Орехи содержат много белка, минеральных веществ, кальций, магний, калий. В грецких орехах миндале и кешью большое количество аминокислоты аргинина, из которой в организме образуется оксид азота. Именно он снижает свертываемость крови. Рекомендуемая ежедневная доза орехов 30 грамм. При нарушениях свертываемости крови полезны продукты с высоким содержанием природных витаминов и ферментов. Хорошо ежедневно съедать по 1-2 столовые ложки пророщенных семян пшеницы. В них содержится витамин Е, который усиливает эффект антикоагулянтов. Пророщенные семена подсушивают, перемалывают в кофемолке и добавляют в салаты или в любые блюда. Важна регулярность использования этого ценного продукта. Можно принимать препараты или БАДы с витамином Е. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok